Ой, дышать нечем. Я его открыть не могу, да? Потому что это вот мы здесь, мы ходим и закрытый, вот держится, я уксуш уже пооткрывала, ну вот сколько повыбрасывала продуктов, это вообще кошмар. Вот в морозилке все растаяло, все. Это был месячный запас продуктов Надежды Александровны. Теперь все испорчено, а пенсия не скоро. На что жить пока не думает. Больше волнуется, что свет в ее доме появится не скоро, а значит рисковать жизнью придется еще не один раз. На днях она выходила из дома, было темно, женщина споткнулась и ушибла ногу. На руках у нее был полуторагодовалый внук. По счастливой случайности малыш не пострадал. Так получилось, что одну часть горы включили сразу же, а мы вот как будто проклятые. Дошло до того, что, извините, мы даже не мытые, потому что все водонагреватели, они тоже работают от электричества, правильно? Я не знаю, как мы будем выживать. А думать, как выживать жителям горы придется еще не один день. По их словам, никакие работы по восстановлению электростабжения мэрия не проводит. А на вопрос, когда вернется свет, им отвечают еще как минимум через шесть дней. Они постоянно обещают. Сегодня, к вечеру, завтра, с утра. И вот так, постоянно. Как нам пояснили в администрации города, основные силы сейчас брошены на устранение последствий урагана в поселке Затон. Там масштаб стихии достиг апогея. Шторм положил на лопатки всю тополинную рощу микрорайона и оборвал линии электропередач. Обесточены около 60 домов. Всего от жителей в центральном районе поступило 254 заявки. Все они на контроле. То есть они все учтены, все в порядке очередности, туда бригады выезжают. Ну, конечно, никто не будет их шесть-семь дней ждать. Восстановительные работы в Затоне планируют завершить уже сегодня. А завтра бригады будут перекинуты на остальную часть центрального района. В Нагорную часть, поселки Лесной и Ересной. Вернуть туда свет обещают уже завтра. Валентина Аскерова, Павел Лаурнин. Наши новости.